Декабрьский мороз Декабрьский мороз Я только что был в поездке, мы только что ездили по некоторым нашим миссиям в Липецке, в Рязани мы были. Кто знает, может быть, Дениса Стрибунилова, пастора, Наташа Стрибунилова, она сейчас в больнице, у нее четвертая степень рака. И знаете, важно, когда мы поддерживаем ее, она такая бодренькая, включила телефон, к сожалению, не смог к ней лично заехать, потому что к ней в больницу не пускают, даже мужа не пускают. Но мы с Денисом поприветствовали ее вместе, она такая бодрится, говорит, пастор, все будет хорошо. Я говорю, конечно, все будет хорошо, Наташа. В любом случае будет все хорошо, в любом. Молитесь тоже за Наташу Стрибунилова, это наша жена пастора в Рязани. Потом мы были в Воронеже и с сыном проехались по местам гибели моего одного из дедов, хотели двух посетить. Но вот как раз ковидная тема встала поперек всей нашей дороги, потому что нигде не остановиться, не покушать, не в гостинице переночевать, все перекрыто. А мы сюда вернулись, оп, у нас опять все свободно, все хорошо. Дышится-то как хорошо на родной земле. И в связи с этим хочу вас пригласить в пятницу, друзья мои, в пятницу будет премьера нашего документального фильма, автором которого я являюсь, режиссером Юля, наша замечательная сестра Ермошина, которая как Дух Святой в одно и то же время в разных местах может быть. Только с одним отличием. Духа Святого зовешь, он приходит, а Юля не всегда. Вот, ну это шутка, она просто такая, очень активный человек, и вот она смогла выбить аж кинотеатр-рекорд, рекорд, прикиньте, будет в кинотеатре-рекорде, будет премьера, бесплатно, приходите, добро пожаловать. В 6.30 в пятницу, 10 числа, вот запомните, кстати у меня в инстаграме есть в посте, пожалуйста, будет мало того, что не надо никаких билетов, там еще будет фуршетик, пожалуйста, поэтому приходите. Но если вы не можете, то 16-го числа будет повтор, 16-го декабря. 10-го вот так же будет интервью с нами, со мной, о чем я там про фильм говорю, вернее, к чему я его снимал, вот и так далее. Фильм документальный. И почему я начал про родную землю, потому что я его снял про Нижний Новгород. Давно мечтал снять фильм о городе народного единства, и это же не просто так, это же не просто вот титул нам дали, город народного единства. Это исторически так сложилось, и вы знаете, хочется быть городом, который является флагманом вообще в единстве. И в том, что люди, как правило, разнятся вот по трем водоразделам. Это из-за религии, из-за национальности и из-за политики, их политических взглядов, то есть как наше будущее должно развиваться. И вот в этом фильме я показываю, что люди на протяжении столетий воевали и убивали друг друга вот из-за этих двух-трех водоразделов, простите. Так вот, я хотел показать, что, так неужели нельзя жить-то, вот по крайней мере жить вместе, даже если мы на политику смотрим по-разному, как развиваться, на религию смотрим по-разному. Я вообще объясняю, что из-за религии людей убивать вообще нельзя, вы должны понять. Даже если человек заблуждается, но он имеет право на собственное заблуждение, на собственное безумие в конце концов. И Бог будет давать ему оценку, а не мы здесь на земле. Ну, по национальному признаку это вообще просто ниже плинтуса, что уже даже произносить невозможно. Так вот, этот будет фильм «Приходите, добро пожаловать» еще раз. Вот, здоровско, 10-го и потом там же в рекорде 16-го, у кого не получится 10-го. Аллилуйя. Друзья мои, ну вот, еще по вступлению хотел, такие аплодисменты опять снова и снова. Не-не, все Господу. Но я еще хотел обратить внимание в связи с декабрем, вот мы только вошли в декабрь. Это атмосфера рождественская, такая приятная, наполненная огоньками, ангелочками, вообще во всей культуре нашей. И надо сказать, что мы с вами община евангельская, слава Богу, но мы являемся, я всегда говорю одну и ту же фразу, лодкой одного большого корабля, который в первом случае это является частью протестантского мира, евангельской церкви, потом частью христианского мира, в который мы включаем также и католиков, и православных. И все это даже является результатом христианской цивилизации. Христианская цивилизация – это не церковь. Церковь спасется. Но церковь Иисуса Христа – это даже не община, это даже не конфессия. Церковь Иисуса Христа – это люди разных конфессий, доверяющих Христу и живущих по его заповедям. знающие его лично и вот вот эту концепцию многие не могут уложить свою голову это достаточно сложно так вот к чему я это все ты скажешь так чему ты пастор так я к тому что вот последнее время такие нападу нападки на нашу елку вот на нашу простую елку со всех сторон мне пишут везде вы поставили елку это там языческий обряд у вас в церкви я решил изъясниться со всеми думаю надо изъясниться знаете друзья мои всегда во все времена были какие-то символы христианства причем крест вот традиционный символ христианства появился достаточно поздно он появился вообще в четвертом веке до четвертого века и вообще на странице в библии мы не видим символов христианства потому что это текст который передает нам духа до этого самый ранний символ христианства был рыбка просто вот такая узнать изображение рыбки почему потому что по-гречески в это их тел их те четыре первые буквы это буквально попадает в аббревиатуру на греческом языке иисус христос царь иудейский иисус христос тэос там и израиль и так далее то есть вот это вот совпадение как бы произвело символ рыбки и так как христиане собирались не в субботу и не воскресенье они просто на неделе собирались когда было удобно и были в гонениях то этот знак рыбки был как бы либо они переписывали на бумаге либо ставили где-то как печать то есть рыба это был символ но потом символ потерял значение символ рыбы потом крест появился на фоне конфронтации с другими религиями что интересно что в 16 веке когда протестанты поставили елку как они вообще ее поставили что вы понимали откуда эта идея пришла люди всегда зимой приносили какие-то растения в дом и часто ставили хвою потому что от нее хорошо пахнет вообще откуда у бабушек на балконе цветочки но люди хотят в доме что-то зеленое и вот мартин лютер принося как как все немцы в то время заносили в дом свежесть зимой всевозможные поставил какие-то там свечечки свечечки на елку ему понравилось это и традиция разошлась кругом вот и все сегодня какие-то люди которые святее чем папа римский маргиналы религиозные сушки религиозные люди они еще похлеще порой атеистов в своем безумии и вот они начали говорить это же языческий обряд это так похоже на священные рощи это там знаешь все жертву приносили людей вместо гирлянды кишки были какие-то органы которые вскрывали там какую только безумие не придумают узнаете хочу четко заявить прямо с кафедры кто меня смотрит нет ни одного научного факта и доказательства что современная елка является прообразом каких-то языческих обрядов вот с этими кишками и органами это чушь собачья простите меня за такую фразу ничего этого общего не имеет а теперь что значит елка так вот с годами в 16 веке из безобидного вот такого вот такого рождественского антуража елка то как раз превратилась в символ христианства узнаваемый по всему миру в том-то и дело и вот сразу возникает вопрос почему все противники христианства первое что хотят чтобы сняли елку убрали с площадей первое против чего борется против елки коммунисты в семнадцатом году захватив власть в россии буквально через несколько лет запретили елку как празднование рождества почему опять они на елку наезжают в 30-е годы когда уже поняли что уж людей в тюрьмах сажают то что они елку ставят решили вот просто перефокусировать ну люди не идиоты говорят да ладно чё там чушь всех за елку сажать по россии посажали за елку поэтому сказали пусть елка остается но не рождество а новый год и этот аргумент какие-то безумные религиозные фанатики говорят так вот елка это новогодний знак а не рождественский да это коммунисты перефокусировали тебя же твои мозги так верни ему ей подлинное начало но тогда возникает вопрос почему в европе в соединенных штатах сегодня вот все либералы и представители других религий в один голос кричат уберите елку почему кун коммунист убирали елку потому что елка это антураж рождества христова это антураж узнаваемый во всем мире верующими неверующими стоит елка все спрашивают что это такое вот кто не знает из других культур с восточных откуда взялась им говорят это празднование рождества христова нашего спасителя всем понятно поэтому елка это символ и сегодня какие-то безумцы лучшие внутри протестантской церкви постоянно хают елку и вот завелся какой-то там в интернете гуляет его ролик постоянно все посмотрите посмотрите значит хочет сказать не смотрите но вы точно посмотреть как только скажешь не смотрите сразу посмотрите но я не потому что боюсь за этот просмотр ни в коем случае я за это не переживаю вообще не хочу чтобы его рейтинги росли просто безумца какого-то чтобы вот все про количество раз просмотров идет и в реке попадает так вот стоит какой-то мужик русский какой-то иммигрант в америке и вот эту елку и хвост и в гриву и когда я только посмотрел на него он там примеры приводит ветхого завета как эту астарту оставили там богиню астарту в храме господнем и вот иудеи приходили и не обращали внимание а это идол там стоял внутри и вот эта елка это идол в церквях вот он несет слушайте астарте поклонялись евреи вот чем была проблема народа израильского чем была проблема пророков кто елки то поклоняется кто я ни разу не видел чтоб елка великой тебе приносим жертвы никогда не видел это антураж вот и все и самое смешное в этом видео я смотрю вот этот мужик господи прости меня за то что я его осуждаю не буду называть его имя известный какой проповедник америку русский но живущий в америке и вот стоит и на фоне его на фоне сзади стоит американский флаг вот прям в церкви стоит американский флаг вот этот матрас там все с полосками все как положено я ничего против не имею флагов но слушайте но если брать по шкале язычества по шкале поверьте флаг любого государства будет более языческий чем безобидно елка елка хоть поставилась в честь рождества а вообще понятие государства его нет библии бог не сказал вот это государство моё это не моё эти заменяете против меня бог интернационален мы придумали государство потом воткнули флаги наши потом мы стали петь гимны положа руку на сердце вот флагу то поют о сей вот юси а вы донс лыла из ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду а во флаги стрел бы и у всех слезы у американцев слушайте это это вот момент поклонения так что ты в церковь ты принес тогда и стоишь мне тут про елку мою российскую это ты давай прекращай ёлка поэтому я за елки я вот елками все бы обставил все бы елками рождественскими вот вот все поставил бы сказал вот за елку умру как сказал про пропад протопоп а вакуум знаете за азм умру за букву одну вот елка это наше это наша христианская цивилизация это то что символизирует нам как раз рождение христа это торт рождественский это праздник это благодарение богу поэтому друзья мои не будьте святей папы римского которые сидят внутри церквей а язычество это карачун какой-то дед да нет никакого карачуна ты чё ты уже взрослый дядька чтоб в сказки не верить аминь верь в бога а в сказки не надо аминь молимся и пойдем вперед отец небесный благослови сегодняшнее слово пусть она даст нам надежду мир и дух и радость во имя иисуса христа слово назидание из библии господь благодарим тебя аминь аминь друзья мои декабрь месяц мы взяли как месяц благодарности благодарения вы наверное заметили что всегда хоть раз в год обязательно я говорю одну а то и две проповеди о благодарности почему потому что это настолько важная актуальная и самое главное духовная тема что люди сегодня просто в упор и не замечают она нуждается в раскрытии и мое слово называется не раскрытая сила благодарности в прошлом году была забытая сила благодарности знаете аллюзия на аллюзию но самое главное чтобы мы не потеряли дух благодарности и что заставляет меня всегда говорить об этом какая ревность во мне так вот давайте начнем читать слово апостол павел пишет письмо тимофею и это письмо очень популярная уже в моей жизни я его много раз цитировал и он начинает с таких слов что знаешь что в последние дни наступят времена тяжкие 2 тимофей 3 глава и он говорит тяжкие будут времена будет тяжелое время и он говорит что тяжелое время будет по какой-то причине люди будут другие он не называет ни одного катаклизма он не говорит про ковид не говорит про землетрясения как это про принято а он говорит тяжелые времена будут из-за людей его втором стихе перечисляется характеристики вот интересно люди будут самолюбивы сребролюбивы это все понятно горды надмены злоречивы родителям непокорные и вот это замечательное слово неблагодарные в первую десятку вот этих характеристик чем будет отличаться мир последнем времени люди будут жутко неблагодарные они будут забывать говорить спасибо они будут брать то что они считают нужным они будут воспринимать многие вещи как данность они будут считать себя центром земли и будут считать что им мало как-то дает жизнь дает бог и в при этом они даже забудут благодарить бога и ты скажешь ну где это написано чуть позже придем к этому моменту я вообще увидел что неблагодарность это это вирус вирус хуже чем корона вирус вот обычно когда я проповедую с кафедры вот отсюда знаете я всегда даже и сам и других учу никогда не проводить параллели с каким-то конкретным человеком или ситуации в церкви потому что некрасиво звучит пастор выходит и говорит а вот такие бывают случаи и узнаваемые ситуации в церкви и как-то одни узнают другие не узнают кто узнает тот себя чувствует неловко и как-то нелепо происходит поэтому я говорю проповедую без намеков в церкви но как ты поймал себя на мысли как пастор что были в моей жизни такие яркие христоматийные ситуации гротескные ситуации что я не могу вот их обойти вот не могу прям даже если будет узнаваемые ситуации то я этого не боюсь если человек даже посмотрит не боюсь потому что это была ну моя судьба какой-то степени вы знаете на заре нашей христианской жизни вот пасторы старшие это эту ситуацию знают им даже намеков не надо делать не сразу поймут о чем речь так вот мы начинали служение и у нас пришли вот два человека два брата они не пришли вместе но примерно в одинаковое время у них жены как-то в одно время появились и что интересно они даже были как-то из одной группы людей и в силу каких-то обстоятельств я даже не знаю я к одному из этих братьев ну припитался каким-то не знаю интересом он был может более интересный как мне казался более харизматичный и он хорошо играл пел там и так далее его жена тоже была активная и они играли в прославление как и другой тоже брат и его жена вот две семьи два брата и вы знаете удивительно что и вот так как я был ни один было боль боли был симпатичен а другого я не скажу что он не был симпатичен ну просто как тут не сложилось не близки мы общались и вот с первым мы проводить стали много времени и так как семья была достаточно бедная я помню что я поехал в германию тогда я только стал ездить переводчиком туда я встречался с братьями и я говорил немцам слушайте помогите это 90-е годы помогите этой семье они как-то тяжело живут а потом себе отметил другая семья тоже плохо живет но почему-то я сделал выбор все-таки в первой семьи потом когда мы поехали в германию на ангелизацию я уговорил немцев оплатить вот первой семье дорогу они приехали в германии со мной в дорогу другая семья не поехала не знаю почему 2 я не пригласил вот не знаю нет у меня объяснений никаких этому почему-то и потом они на следующий год и на следующий год а потом брат этого парня поехал в германию там женился они стали ездить постоянно в германию и узнаете мне казалось что я для этой семьи сделал так много что даже потом взял на работу жену от этого брата и как-то мы так тесно общались годами так близко и тесно наступил момент их когда нужно было в команду 12 набирать вот наших служителей и я просто честно сказал слушай я не могу вас взять у вас нет домашней группы вы хорошо поете играете там все я так для вас много сделал даже у вас родственники из-за меня появились германии вас долгое время люди помогали вам ну вот нужно чтобы у вас был плод а плода я не вижу простите вот извиняюсь всячески и не взял в команду кстати как и не взял 2 тоже не взял так вот что удивительно когда наступил момент x может быть вы помните когда нашей церкви было лет шесть назад такое тяжелое время когда реабилитация восстала вот ну там несколько ребят из реабилитации сделали свое дело и они откололись удивительно что вот эта первая семья для которой так многое мы делали они ушли вместе с ними причем не имея никого отношения к реабилитации ушли ехать и тогда не понял я подумал что это почему они ушли почему они восстали на меня как знаете как на демона прошло время прошло шесть лет и вот я все-таки решил написать sms сообщение я написал говорю они уехали за границу живут другой стране и мне говорят как-то у них там не очень хорошо складывается вроде напиши им я думаю ну ладно пишу я написал им короткое послание говорю слушайте может быть как-то нам изъяснится что вообще произошло в нашей жизни между нами и вот я получил ответ не могу прям даже него не рассказать ответ был какой-то страшный просто ответ был такой что ты сделал моей жизни что ты вообще сделал ты ты предал меня еще до того как я ушел из церкви ты не взял меня в команду я смотрел я глазам своим не мог поверить слушайте я сделал вот просто не взял в команду как и другого человека но все остальное я сделал так много человек ничего не заметил это было такая глубокая какая-то знаете такой такой пассаж вот агрессии против меня а потом я подошел к другому человеку про которого первый рассказ и подумал он сейчас прям здесь в зале я пришел к этому человеку и подумал слушай если бы из вас двоих с кем-то я поступал несправедливо то точно с тобой но почему-то ты здесь почему-то ты остался у тебя нет никаких обид ты живешь церкви служишь но 1 почему поступил так пришло откровение неблагодарные вот знаете люди неблагодарные с ними происходит что-то вот как как вирус какой-то они могут заметить мыша в твоей жизни какого-то раздуть его так как просто ужас и не заметить слона того который которого ты им подарил жизни неблагодарность страшный страшная вещь которая разрушит тебя разрушит человека и смотрите к мирозданию даже если обратиться римлянам 1 глава в 21 стихе написано вообще как бы мироздание даже написано но как они познав бога не прославили его как бога и не возблагодарили смотрите и не возблагодарили неужели нельзя было сказать ну как они познав бога не прославили его как бога и дальше посадку пошел но осуетились в умствованиях своих но почему-то написано вот добавочка не прославили и и что написано не возблагодарили они просто не сказали спасибо узнаете сколько людей на земле которые просто не говорят богу спасибо они во всяко заменяют они готовы говорить вот сегодня большое количество тренингов о благодарности это хорошая тема но я смотрю порой слушаю поблагодарить вселенную поблагодарить дом в котором ты живешь поблагодарить воду там цветы я думаю тут такая вселенная ну кто на течу трудно сказать господь бог творец вот не выходит вот все готовы поблагодарить кроме творца вообще людям тяжело я заметил то благодарить творца и родителей вот не знаю почему вот эти две категории всегда людям так трудно произнести поблагодарить от сердца и смотрите но интересно что самое главное необходимое для нашей жизни дает нам именно творец здоровье кто тебе дал творец воздух дышишь чем воздухом бесплатно воду пьешь бесплатно наслаждаешься озерами горами бесплатно кто кто инициатор этого всего творец господь бог бог израиля в библии он называет ну как ты хочешь назови знаете благодарить нужно только одушевленные предметы одушевленные предмет я не знаю как одушевленные личности бога и людей вот это самое главное и люди забывают благодарить бога и написано про не прославили и не поблагодарили и дальше сразу написано омрачилась несмысленное их сердце и называя себя мудрыми обезумели вот удивительно работает как часы как люди только умнеют накачивать себя какими-то знаете научными знаниями тем больше у них какое-то появляется чувство всезнания и никого не благодарение ну я же умный я же понял это же я я дошел умом мы же изучаем мир мы залазим там в планеты какие-то слушайте мы уже высадились на луне мы десант высадили на марсе имеют уже там приземлились при лунились мы уже там долетали долетели до конца солнечной системы мы посмотрели в этот хаббл уже не знаю куда и все равно ученые нормальные вменяемые слава богу таких больше 64 процента до сих пор говорят что они христиане лауреата нобелевских премий 64 процента то не шутка и они говорят подождите там что то есть еще чего мы не можем никогда познать там всегда есть какая-то еще полка неведомого и она всегда останется твоей жизни не отвеченного неведомого за что нужно тебе воздать благодарение творцу вот и все и написано но они омрачились в немысленных своих сердцах и называя себя мудрыми вам называя мудрыми павел горит обезумели мозги куда-то подевались они элементарных вещей не видят ой боюсь орать буду так вот я помню знаете я только пришел ко христу пришел а я был учился университете знаете такой студент горячий и у я был неофит вообще я просто мир для себя открыл в библии и вот я как-то стал проповедовать мне казалось так элементарно я говорю такие элементарные вещи но я удивился что вот мое окружение университете а ну как-то не понимала меня не понимал вообще простых моих откровений и они то ты чё это же мы люди мы полетели мы залетели мы сделали мы это все мы мы и как-то я выхожу в коридор после очередной моей горячей проповеди и там парень не стоит такой умненький был и он говорит как-то не понимаешь что нам не за что благодарить это все мы наш интеллект наш ум мы все делаем а отчет мы пошли к столовой он картошку там что тыкал в этот момент я говорю вот картошку ты ешь откуда взялась и он прямо свирепел он говорит да это я вот я я своими руками взял вот выкопал яму посадил картошку закопал я все сделал собрал отвез и смотрю как мыслит человек игру подожди а кто картошки дал вот эту силу корни откуда зеленый этот растение такой рассмотрит это я я вложил я вложил я собрал я вот вот я мы мы ему все делаем бать вот подтвердилась я говорю какой мы идут я понимаю мы по разному мыслим у нас разные представления вообще о том какую роль играет бог в нашей жизни человек видит свои усилия но в упор не видит что-то много многоуровневый процесс биологический который заводит все эти механизмы знаете фото синтез он дает нам жизнь а что за ним стоит творец кто-то и вот ему-то единому и надо воздать славу чтобы не обезуметь а то не дай бог не дай бог раз ук коснулся тебя кто-то и ты в дурак уже пошел хотя хотя вчера еще был нормальный но все же бывает так ведь поэтому благодари бога но библии так написано что называем мудрыми обезум или простите получилось нечаянно так красиво матфея 25 глава вот эту притчу мы уже смотрели много раз в библии много раз ее рассматривали но она как-то мне близко по сердцу очень близко матфея 25 вы помните мы даже нет смысла ее всю читать уже который раз мы ее трогаем разговариваем они где господин дал своим слугам одному 5 талантов одному 2 и одному 1 отправился в другую страну и они каждый приумножили который 5 получил 10 2 получил 4 которую был один он его закопал но каждый раз меня удивляет многогранность диалога какой он вел со своим господином и вот написано матфея 25 глава 24 стих подошел и получивший один талант и сказал вот ключ он что-то сказал смотрите вот он взял и ничего не упреумножил взял талант и сказал я знал тебя что ты человек жестокий жнешь где не сеял и собираешь где не рассыпал то есть он говорит господину ты берешь там где не клал ты жнешь где не сеял я тебя знаю заметьте какие он придает атрибуты своему господину атрибут как раз неблагодарного он говорит ты не благодарный ты жнешь где не сеял период не клал вот-вот-вот ты неблагодарный знаете есть один парадокс как правило неблагодарные считают что вокруг все неблагодарны вот человек который грешит каким-то грехом как правило отпускает там огонь это не знаю там из уст своих и молнии что интересно как правило потом попадает в те же самые грехи вот это какая-то природа человеческой мне необъяснимое и что интересно говорит я знаю тебя я знаю ты никогда ничего не дашь ты жадюга ты жестокий ты берешь денег лал подождите кто ему дал талант талант он откуда взял господин ему дал только что и прикинь он его обвиняет в том что ты-то неблагодарный ты мне ничего не дал жизни ты все со мной плохо поступил все у тебя было неправильно тот смотрит в замешательстве и смотрите что отвечает ему интересно господин же его сказал ему в ответ лукавый раб вот это хорошая фраза и ленивый ленивым оставим за скобками но он говорит лукавый то есть сразу же господин говорит слушай я тебя знаю сквозь в принципе в господине показан наш господь бог это его характеристика и он говорит ты меня как творца вселенной обвиняешь что я тебе ничего не дал но ты лукавый потому что ты обманул сам себя ты просто говоришь о своей же собственной природе когда говоришь я тебе и ты мне ничего не сделал ты мне не дал слушай кто тебе дал жизнь кто тебе дал воздух кто тебе дал здоровье кто тебе вообще вот это все дал лукавый ты человек меня обвиняешь том в чем в принципе сам прокололся знаете сколько раз я в жизни видел эту ситуацию которую не могу объяснить неблагодарные дети вот сколько раз ладно бы это был один случай вот тут можно в кучу кидать все равно попадешь куда-нибудь дети растут смотришься детьми разговариваешь на консультации и ребенок там чё мне дали эти родители ничего не дали ничего и родители там но мы же тебе вот и машину купили на 17-летие я чего они там ну как же вот университет тебе оплатили да вот живешь ты сейчас там где-то в чикаго а мы-то вот в россии живем мы тишки оплатили чё вы мне заберите все свое не надо мне ничего я думаю как ты поросенок машина чикаго и так далее знаете вот просто родители бывают реально настолько любящий больше чем я любящий я думаю я порой родителям говорю я бы наступил на самый его больной орган они на какой я говорю на кошелек на его чик нет машины чик нет чикаго чик нет еды чик и сразу все чувствуют а вот представь бог заговорить на таком языке чик нет воздуха чик нет мозгов чик нет здоровья чик нет ничего и ты слава богу что господь не я он просто все продолжает давать но вот здесь все-таки интересный момент и говорит лукавый ты раб лукавый и ты знал если ты знал что я такой почему бы тебе не надо было как раз поступить тогда наоборот поступить тогда доказав мне что я не прав а ты прав принести мне моё с прибылью друзья мои так вот из текста из всего что мы видим и в из всей жизни что люди как-то глубоко заражены неблагодарностью поэтому мой посыл сегодня друзья мои вот просто получить откровение о том что благодарить это всегда красиво благодарить это духовно не просто красиво это еще и духовно благодарность открывает дверь в духовный мир мы думаем что наше с просто слово спасибо это просто красиво сказано слово но я так благодарю как-то наших предков за за этим налоги и даже слова спасибо на всех языках от thanks по-английски не знаю что обозначать данкой по-немецки gracias по-испански а а вот по-русски спасибо это спаси бог представь наши предки встречает друг друга один что-то дело хорошее другой отвечал спаси тебя бог другими словами пусть бог придет твою жизнь это не просто красивое слово это это благословение высвобожденная жизнь другого человека заметьте когда это жизненная энергия выходит из своих уст она выходит по-настоящему из твоего сердца момент эмпатии знаете почему я часто говорю эмпатия слова потому что просто обиходное спасибо обиходная благодарность это одно а когда ты говоришь правильный момент в момент истины глядя в глаза когда ты говоришь это сердце это и симпатии как ты чувствуешь другого человека ты говоришь я так благодарю бога за тебя я так благодарен что мы с вами судьба свела нас вместе это не обязательно говорить жене не обязательно мужу можно просто можно представьте вот зайдите на кассу и скажите кассирша я так благодарен или благодарна что вот вы меня обслуживаете что нас судьба свела вместе кассирша упадет какая бы она ни была злющая может быть какой мне плохое настроение не было но если ты высвободишь это ты увидишь что это не просто какая-то вот просто хрестоматийная какая-то энергия которые говорят слушайте это духовно очень сильно духовно поэтому когда мы начинаем с творца благодарить творца это высвобождает его силу к нам смотрите 1 паралипоменон 2330 известно давид царь был известен тем что он научил народ поклоняться богу вот давид был первым в принципе законодателем моды если можно так сказать чтобы люди именно наслаждались поклонением до этого не было так люди пели наверное не было такого понятия эмпатии упели наверно надо но давид создал целый оркестр он создал атмосферу и давид поставил служителей в храме которые должны были что-то делать и там перечисляется множество их необходимых обязанностей что они должны были делать при храме но вот интересно 1 паралипоменон 2330 написано и чтобы становились каждое утро благодарить и словословие господа также и вечером короткий пассаж но он говорит построил всех музыкантов говорит ребята сегодня словословие то есть у нас прославление представь музыканты стоят толпа кому поем то народу нет он туда поем зачем туда там нас никто не слышит давид готовой слушайте ребята когда-то в молодости я пас овец я вообще был один я сидел там играл на этой арфе на гитаре на гуслях на чем-то у меня было играл и пел ему пел и я всегда благодарил там его меня слушает только безумные овцы смотрели и и никто там никого там больше не было но я знал что слышит он это было самое главное в моей жизни и я еще кроме того что словословил я благодарил благодарил за то что есть друзья мои благодарите за то что сейчас есть они за то что будет надо научиться благодарить да и благодарить после вот до благодарить сложнее потому что да ты еще не успел понять что будет но ты поблагодарить просто бога за то что ты сегодня есть и даже близких твоих Попробуй рассмотреть то малое, что они сделали, и поблагодарить их за это. Тогда ты передашь им Духа, который заставит их потом жить с большим эффектом и воздастся тебе в 30, 60 и 100.